Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко.Инфо и займемся установкой конфигурации MySQL в связку Apache, PHP, MySQL, PHP, MyAdmin. Ну я просто напомню, надо было сказать раньше, но дело в том, что по умолчанию Windows не показывает расширение файлов, просто покажу как его включить для тех, кто не знает. Для этого переходим в панель управления, здесь вот убираем вкладочку мелкие значки, вот открываем параметры папок, здесь переходим в вид и вот здесь вот переходим вниз и тут снимаем флажок, который установлен по умолчанию, скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов. Итак, окей, с этим все. Так сказать, это немножко отвлечение темы и занимаемся непосредственно уже MySQL. Для этого я перехожу в Google, поиск, пишу MySQL, MySQL. Так, ну и вот его официальный сайт MySQL. Здесь мы переходим в Downloads, 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 Downloads. Так, и вот выбираем ссылочку MSQL Community Server. Так, ну здесь вот у нас пошли релизы для закачки. Ну здесь надо, это вот разрядность операционной системы. Посмотрите у себя, например, если вы откройте компьютер, извините, панель управления, панель управления, здесь перейти там на категории, здесь система, система, система. То вот здесь вот разрядность показывается. Тип системы, 32-разрядная операционная система. Поэтому и выбирать надо. Если 64, то надо 64 выбирать. Выбираем MSQL столер. Нажимаем скачать. Значит, ну вот здесь такой момент. Предлагает зарегистрироваться. Ну здесь можно игнорировать эту регистрацию. Спасибо, но пока что нет. И выбираем какое-нибудь зеркало. Я не знаю, например, Германия. Нажимаю вот Германия, HTML, HTTP вернее. И сохранить файл. Ну так как он у меня уже сохранен, я его отменяю и перехожу непосредственно уже к самому, к самой установке. А для этого иду туда, где он у меня закачан, в загрузках. И вот у меня MySQL 5.5.22.win32.msi. Я ее запускаю. Запустить. Так, это я убираю. Следующее. Я принимаю лицензионное соглашение. Дальше. Устанавливаю типичную конфигурацию. Дальше. Пошла установка. Так, операционная система разрешения. Так, следующее. Следующее. И заканчиваем. Так, пошла конфигурация. Конфигурируем теперь MySQL. Здесь вот по ним надо быть повнимательнее. Я тут тоже тренировался, напортачил. Потом полдня разребался. Итак, здесь выбираем стандартную. Стандартную конфигурацию. Дальше. Вот здесь включаем include bin directory in Windows Pass. То есть у нас появится. Может быть из командной строки. Там она в панели управления появится. И можно сразу запускать из панели управления. работать с MySQL. Дальше. Next. Значит, вот тут очень внимательно введите свой пароль. По какой причине. Я, кстати, столкнулся. И тут не внимательно работал. А скорее всего, моя пункта автоматически переключила куда-то, а что-то не туда. И я ввел неправильный пароль. И потом оказалось, что даже если ты потом переустанавливаешь MySQL сервер, он все равно запоминает пароль. И его надо потом менять. Ну, тоже не особенно сложно. Но пока нашел, время потерял. Поэтому я ввожу здесь паспорт. Паспорт. Он просто выбрал пароль. Паспорт. Так. Дальше. Следующее. Пошло выполнение. Помним.